Шесть лет колонии получил бывший начальник МЧС России по Круганской области. Олег Рожков признан виновным в совершении ряда должностных преступлений. Будущий представителем комиссии по приему госзаказов, Рожков подписал фиктивные акты. Закупленное робототехническое оборудование было неисправно. Бюджету от действий обвиняемого причинен ущерб более 56 миллионов рублей. Также бывший начальник использовал в личных целях спецтехнику. Для досуга Рожков использовал служебные квадроциклы и снегоход. Многочисленная строительная техника использовалась при возведении его жилого дома. Кроме того, обвиняемый замешан в махинациях по начислению себе зарплаты. Мужчина убедил главного бухгалтера в своем дальнейшем назначении на должность. Руководство главного управления безосновательно начислило выплаты по прежней должности. В Шадринске запущен флешмоб ко дню города. 27 августа Шадринск отмечает свой юбилей. Городу исполняется 360 лет. Зауральцев приглашают поучаствовать в подготовке ко дню города в соцсетях. Пользователи загружают на свою страницу фотографии с любимыми городскими местами. Фотографии предлагается дополнить хэштегом и историями об интересных событиях. 1 сентября школьников встретят необычный день знаний. Торжественная линейка начнется с поднятия государственного флага Российской Федерации. Также для присутствующих прозвучит государственный гимн нашей страны. С поднятием флага и звучание гимна будет начинаться каждая неделя школьников. В Министерстве просвещения Российской Федерации разработали стандарт церемонии поднятия флага. Проводить мероприятие будет знаменная группа, состоящая из знаменоносца и ассистентов. Новация вызвала бурную дискуссию в обществе. 67 респондентов поддержали инициативу, предложенную Владимиром Путиным. Нейтральное отношение у 15% россиян. Против оказались 18% опрошенных граждан. В СНТ «Восход-4» в Кургане в садовом домике сгорел мужчина. По сообщению о возгорании в садовое общество выехали пожарные. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался 31-летний местный житель. Предположительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Министерство просвещения запустит проект изучения точных наук на русском языке в зарубежных школах. В первом полугодии 2022-2023 учебного года его участниками станут 300 школьников. Изучать физику и математику будут ребята из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. При успешной реализации проекта во втором полугодии присоединятся страны дальнего зарубежья. Реализовать программу будут учителя из России по проекту «Русский учитель за рубежом». В августе в Госдуму внесен законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров. В случае принятия такого законопроекта пенсионеры смогут вернуть до 50% с НДФЛ. Для оформления льготы нужно будет подать заявление в ФНС по окончанию налогового периода. Главная задача законопроекта – поощрить работающих пенсионеров. В Аргашинском районе обезврежен снаряд времен Гражданской войны. Боеприпас обнаружил местный житель в лесу между деревнями Крутиха и Ашурково. Найденный предмет оказался артиллерийским снарядом калибра 76 мм. Опасная находка была уничтожена с соблюдением мер безопасности. С начала июня в Заурале произошло 21 ДТП с участием детей до 16 лет. Травмированы 10 пешеходов, 9 пассажиров, 4 велосипедиста и 2 юных водителя мопеда. Каждая вторая авария с ребенком связана с нарушением детьми правил дорожного движения. Водители транспортных средств и дети не соблюдают ПДД и обладают низкой культурой поведения. С июня наблюдается большое количество несовершеннолетних на самокатах и велосипедах. Перед судом предстанет главный инженер Зауральского хлебопекарного предприятия. По вине мужчины с высоты почти 5 метров упал слесаремонтник. Работник выполнял строительные работы по подготовке крыши цеха. Мужчина упал с незакрепленной неинвентарной приставной лестницы. Работник был допущен к работам на высоте без средств индивидуальной защиты. Мужчина не был обучен безопасным методам и приемам выполнения таких работ. В Щучанском районе на трассе Иртыш сбили инвалида-колясочника. 38-летний водитель на автомобиле ГАЗ ехал в сторону города Кургана. На 111-м километре автодороги мужчина допустил наезд на пешехода. 56-летний пострадавший в момент ДТП находился на обочине. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова